почему красиво природа потому что она здорова вот точно так же красиво здоровая стройная девушка в прошлом сезоне нашей программы мы убедились что мечты действительно сбываются и чудо происходит героини нашей программы действительно похудели мало того они научились разбираться в качестве продуктов они изменили свои пищевые привычки но главное они стали счастливы в этом сезоне мы решили усложнить себе задачу наши герои будут худеть парами а мы посмотрим трудно им это будет или легко будут они друг друга поддерживать или наоборот тормозить лет пять назад я еще себя помню красавицы только что ему размере и я вообще была другой я была какой-то более легкой еще более такой активный зажигалка я была очень веселый когда она проходил мимо я оглянулся и до сих пор тоже в этот момент всегда рассказывали оглянулся симпатичная девушка прошла а сзади такая ничего у меня все замужество началось до суждения ребенка и как такая степенная жизнь со временем когда уже беременность она уже сразу пополнил проснется в час ночи хочу шоколады витя тащи шоколад я тут глаз не смог открыть иди за шоколадом благо магазин на первом этаже у нас был опускался покупал две плитки шоколада еще сок томатный с собой брал ну и вот эти ночные обеды и ужины ночные ну я думаю тут все и сказалось софим познакомишь школе и станю гаврилову на или мочили с ней в параллельных классах но не сам прям первого класса она пришла к нам чуть позже тех пор ну может быть лучше подруги ну ирина вообще как бы для нашей семьи такой как крестная мама она нянчилась помогала соне ну понятно дело что там у с вами семья у меня нет семьи до 2 сюда почаще приезжать и дружу и с мужем и с его им а ира худой было тоже не так давно она очень жизнерадостный человек очень любила путешествовать авантюру сейчас тоже это есть но это где-то более глубоко спрятано часто и тяжело раскопать мне кажется ведь сейчас я уже начинаю готовить манты давай начиная украшать скоро уже гостя хорошо пора собирать давайте да я пробовала но они у нее всегда удаются манты и это всегда очень вкусно причем она и где может делать с разнообразным мясом и все просто мало ира придет но ира любит манты очень я тоже люблю мы будем вместе делаем много кушать поэтому я думаю что штук 12 как думаешь нам всем хватит у них всегда мысли похудеть главное сидят там пельмени едят там ли что-то такое и одновременно общается похудение все время да самый ответственный момент сейчас у нас просит давай мама вся каждый что-то сделает для тортика я в свой день рождения по традиции всегда готовлю манты торт наполеон это обязательно из этого не проходит мой день рождения приглашаю гостей которые едят с аппетитом обязательно это всегда отрада для любой хозяйки так у меня сегодня все гости должны быть в таких колпачках клуб очка ты прям как я решила организовать я теперь хочу следовать я тебе сразу с порога подарок хорошо он такой очень символичный вот это матрешка она что она что мы с тобой буду стоять если меньше я не хочу произносить слово толстели вместе потому что мы должны от него избавиться раз и навсегда но просто дал вместе к нам все возвращалась обратно здравствуйте еще одна веселая компания в гости пришлось и довольны эти счастливые блин мне одна женщина говорит я вчера весь день ночь проплакала ночью не спала прежде чем к вам идти боялась все боялась потерять чего и чего вы выдавать украду тесто ну а сейчас мучить будем у вас голодом варить будем счастливые готовы готовы мучиться почему помучить в чем мучение это в том чтобы разобраться в себе и принять себя и получать кайф от жизни давайте познакомиться как вас зовут меня соня сумела что-то знакомое лицо вот я думаю вы не летали случайно нет я случайно не летала летала моя сестра а я понял понял вы сестры а вот так вы по блату прошли на этот проект да и меня еще с собой захватили ну я не знаю вот так вот и попадает на наш проект по блату через вику нибудь договорилась большое желание стремление стремление к чему обрести что идеальный вес идеальный вес верните мое тело я чувствую что я еще молода что у меня молодой муж ребенок уже вырос уже многое понимает задает вопрос почему у тимура мама вот такой попой а у тебя вот другая пожалуйста так а вас как зовут меня зовут ира ира а мне позвонила соня и сказала что есть есть одно место я тебя протолкнул искали ирочка тебя зависит вся моя дальнейшая жизнь я сказала что соня да пожалуй тебя тоже потому что наша мечта действительно сама мечта естественно похудеть она очень такая очень сильная вы всегда вместе все делали мы да мы вместе худеем вместе поправят вместе ходили в подполье там ночью сидели на каких-то кодированиях вместе ходили к шамарам вообще мы с восьмого класса вместе вот мы по жизни идем вместе похудеем проконтролируем друг друга потом вместе поправились поплакали вместе потом опять вместе похудели. Есть общая цель какая-то, раз вы все вместе. Может, у вас там мужчина один, за которого боретесь? Или что? Что вы? Нет. Все, не до такой степени. Надеюсь, что нет. Стоп, стоп, стоп. Одна сказала, надеюсь, что нет. А вторая говорит, не до такой степени. Это интересно. Да. У нас есть одна разница в том, что я уже имею семью, у меня есть ребенок и муж, а Ира вот должна вот уже подтянуться ко мне. Главная ошибка всех худеющих заключается в том, что вы пытаетесь изменить вес. Это внешний параметр, который образовался за счет чего-то. А вот это чего-то для вас – это еда. Вы думаете, что вес нарастает за счет еды, и вы пытаетесь ограничивать еду. Но это в корне неверно, потому что есть миллионы людей, которые мало двигаются. Например, очень часто программисты, ребята, они вот такие худющие все, едят фастфуды и при этом не набирают вес. Правильно? Они двигаются на это. А есть, которые в спортзале пашут, пашут, а у них ни грамма не слетает. Значит, дело-то, наверное, не в еде, не в спортивных занятиях. А в чем-то еще? А в чем? Для того, чтобы разобраться, в чем причина, в чем заключается ваша проблема. Мне нужно посмотреть ваши анализы. Очень боюсь дачи крови. Могу даже упасть в омрак. Боюсь вида крови. Очень переживаю. всегда. Уже укололи? Нет еще, не бойтесь. Я ничего не боюсь. Так. Можно кулачок отпустить. На меня посмотрите. Посмотрите. Видите, как все здорово. Все нормально? Да, все хорошо. Отлично. Пальчиками так подержим. Сидите чуть-чуть. Не боюсь врачей. Я люблю этих людей. Уважаю, ценю их труд. Просто страшно, что что-то найдут. Скажут, тебе нельзя худеть. Мужчины обычно сознание теряют. Женщины более терпеливые. Сейчас еще одну пробирочку. Мы закончим с вами. Мне нужны анализы крови, чтобы посмотреть все изменения в вашем организме. Обязательно гормоны, потому что они, собственно, управляют нами. И сделать УЗИ внутренних органов, потому что вдруг у нас там что-то где-то, не дай бог. Да? Да. Правильно? Ведь так-то у вас нет времени никогда. Вы же все время мотаете. Работа, дом, работа. Это лучше-то будет, да. Дети. Давно УЗИ делала. Уже даже не помню, когда это было. Но страха такого, как пересдача крови, нет. Сейчас будет немножко холодно от геля, пока не разговаривать. Когда кушали последний раз? Червое. Что это за еда была? Что-то жирная, острая, соленая, либо наоборот более диетическая. Был салат. Угу. Здесь я, вот. А, это шарик мороженого. Смотри. Не могла без него выйти. Ну, зато честно, это хорошо. То есть у вас изменения в поджелочной железе и в печени. Ну, когда наладите питание, то, в принципе, эти изменения достаточно быстро пройдут. Ну, опять-таки, раз в год все равно делайте диагностику. Надеюсь, что все будет хорошо и результаты просто покажут, что нужно делать дальше, чтобы вернуть свое тело. Есть диффузные изменения, да, то есть, ну, это напрямую связано с характером питания. В желчном пузыре у вас небольшой изгиб есть, но камней, кисты образования, этого ничего нет. Вставайте на ростомер спиной к нему. Ну, да, совершенно верно. Голову прижмите тоже. Ага. 169. Ваш? Да. Отлично. В школе измеряли. В каких-то, например, поликлиниках поступаешь в больницу, везде какой-то вот рост. У меня они измены, он всегда меня это очень порадует. Вам хватит на сантиметр? Конечно, еще останется на трех у вас. Мне кажется, он же пониже, Татья. Нет, нет, самая узкая часть. 103. И объем бедер. 130 с половиной. Вот так. Достаточно миниатюрная вы женщина. Очень, очень. Меня бросило в жар. Я очень-очень золомовалась. Эмоций очень много. Вставайте на весы. Может, не надо? Надо. А то как приятно. Выдержит, конечно. Ну, смотрите, всего. 113,75. Спасибо, весы. У меня дома весы сломались уже очень давно. И я себя все время пыталась в зеркале убедить, что я, ну, совсем не поправляюсь. У меня вроде ничего. Так все у меня хорошо. Спиной кростомер, да. Голову прижмите к нему. Отлично. Так, 173 сантиметра. Ваш? Ну, было 175. Может, вместе с весом. Себя почему-то всегда воспринимало метр 75, но, может быть, он как-то там с весом, не знаете, два сантиметра что-то с ним произошло. Далее 93 сантиметра. Почти как вес. Ножки вместе. Бедра 123 сантиметра. У вас отличное соотношение талии и бедра. Ну, хоть здесь. То, что надо для женской фигуры. Много это или мало, но понятно, что там есть стандартный 90-60-90, но, мне кажется, для меня эти стандарты будут, ну, совсем, совсем костлявыми. Посмотрим, сколько вы весите. О, Боже. Нет, 97,250. Отлично. Ну, вес, конечно же, всегда будет пугать, потому что это почти 100. Еще мы вам сделаем в нашей клинике биомпеданс исследование. Это очень интересное исследование. Что это такое? Это... Случит очень страшно. Подводят контакты и начинают бить током. До тех пор, пока ты человек не признается. Пока не худеешь. Нет, на самом деле, нет, есть такая штука. Я знаю, что же ты ешь такое. Нет, девчонки, на самом деле, это как электрокардиограмма, определенные датчики наклеивают и дается рез организма полностью. Сколько жира, сколько воды, сколько мышц, готов ли ваш организм к изменениям или надо его как-то подготовить. Много-много всего. Ирина, проведем измерение состава тела. Мне нужно для этого, чтобы были глина спину, звездой немножко. Руки, ноги. Морской. Да. Специально для этого у нас большая лежа. Хорошо. Все. Все уже, все. Здорово. Вот так все быстро. А там уже видны результаты? Да. У вас есть ресурс, с помощью которого можно эффективно снижать вес. Ресурс это что? Подразумевается. Активная клеточная масса. У вас организм в тонущем, он чувствует себя молодым и здоровым. И готов потрудиться. Вот и все. Да? Да, вы боялись. Расскажите мне, пожалуйста. Ну, есть избыток пожировой массы, конечно, но зато у вас другие позитивные показатели. А какие? Активная клеточная масса, например. Клетки, которые сжигают жир. Совершенно верно. У вас их более чем достаточно, даже больше чуть-чуть нормы. Что-то незаметно. Ничего, все скорректируется. У вас есть все шансы достичь цели. Все предпосылки. Да. Спасибо большое. На здоровье. Чтобы вот похудеть реально, очень важно понимать, для чего это делаешь. Вот цель. Цель достаточно железная. Мужчин с мотивацией, кстати, слабее, чем у женщин. Если женщина чего-то захочет, сапоги, например, купить, денег нету, кредиты кругом, она эти сапоги отложит, она понесется к знакомому, потому что магазин закрывается, завтра уже все, понесется к знакомой, быстро тачку возьмет, быстро доедет, купит эти сапоги, принесет домой и будет думать, как объяснить мужу на что. Поэтому у вас мотивация, я хочу узнать, вот какая у вас мотивация, насколько она сильна для того, чтобы похудеть. Потому что путь у нас длинный, мы еще будем менять эту мотивацию, говорить, чего добились, чего нет. Мотивация. Моя главная страсть в жизни это танцы. Я правда очень люблю танцевать. И сейчас я хожу на танец с живота. Мне правда есть чем танцевать сейчас. Конечно, я не сомневаюсь. Но! Там все улетают в стороны. Я танцую, можно сказать, с детства. Я занималась латиноамериканскими танцами. Потом я занималась всеми видами аэробики. В студенческие годы это просто какая-то клубная музыка, клубный танц. Мне скоро на сцену. Меня приглашают, потому что у меня получается лучше всех. Я очень хочу выйти на сцену, но я себя чувствую... Мне неудобно, я некомфортно. Разве можно танцевать? Танец живота без живота? Нет, будет чуть-чуть, но мне вот надо как бы все лишнее, чтобы мне было легче танцевать. Вот твоя таблетка, вот твоя волшебная таблетка. Ты понимаешь, для чего. Да, все очень просто. Но ты должна четко представлять, как ты выйдешь на танцпол, и все мужики умрут, и все женщины, которые тебя видели полной, и вообще ты не конкурентка. Они скажут... Я сделаю все для этого. Есть. Договорились. Какая мотивация? Какая же мотивация? Таблеточка, таблеточка. Таблеточка. Я просто организатор свадеб, а сама как бы не замужем, да. Да у него все время там то в Израиле мальчик, там что-то еще. Пытается-напытается. Какой-то изюминки с парнями хватает. Что-то у них вроде хорошо-хорошо-хорошо, бах, что-то сорвалось. Не привлекаешь? Ну, мне недостаточно этого. На свадьбе? И не привлекаешь вниманием, когда судно на него идти? Ну, я же на работе, я же не могу. Ты женщина с определенным шармом. Причем женщина с таким тихим шармом. То есть, это тихая, скромная, но очень влиятельная. Вот все в твоем имидже подчеркивает вот это вот направление. Ну, свадьбу организовать нужно быть влиятельной женщиной. Сильной женщиной? Да. А вот сильная женщина, она должна иметь определенный статус внешний, потому что если ты сильная женщина, значит, ты можешь ухаживать за собой. Понимаешь? Ну, я понимаю, конечно. А если ты не можешь за собой ухаживать, то какая же ты сильная женщина? Да, я с вами согласна. Согласна? Да. Для того, чтобы всем доказать, что ты это можешь, вот это будет твоя таблетка. Ты для себя докажешь, что я это могу. Ты вырастешь сразу на голову для себя морально. Потому что мужчины, очень многие мужчины, они как дети, они хотят под крепкое крыло. Очень многие женщины знают. Вот такой вот шарфик, чтобы завязывали, чтобы ему все, ботиночки почистили утром. Поэтому он увидит в тебе сильную женщину, да, и ты знаешь, они вот так выстроятся с толпой. И будут стоять человек 15-20 и махать, я, я, выбери меня, выбери меня. А каким я себе вижу своего мужа, ну, умным. Это так банально, но он должен быть, ну, просто это такая фраза банальная, умным, но он должен быть вот именно умным. И я готова ради этого сбросить все свои, абсолютно все свои лишние килограммы. Ирочка, ну посмотри. Блин, ну представляешь, представляешь. Будем такие стройные, красотки. Да, у меня животик будет плоский. И мы на пляже куда-нибудь поедем по-загазу. Поехали, по-тыкать. Классно. Как раз вашими анализами. Зачитался прям как художественная литература. Скажите нам. В холедах искривлен. Нарушение проводимости. В общем, все у вас в норме, девочки. Это называется клиническая норма. Ага, искривлен. Ничего страшного нет. Главное, что нет камней в желчном пузыре, потому что если камни в желчном пузыре есть, они могут сдвинуться, закупорить вот этот маленький холедах проток, который уйдет, и он будет расти, расти пузырь, бах, лопается в брюшной полости. Вся желчь выливается на кишечник. Не надо. Начинается перитонит. Как избежать? Готовы? Записывать на корочку. Подгибнули. Значит так, мы отказываемся от сахара и от всех продуктов, которые его содержат. Все соусы, где вы читаете сахар, сразу под запрет, под запрет. Мед тоже под запрет. Дальше мучное тоже под запрет. И я вот когда так говорю, вот начинаю перечислять, это еще не все под запрет. Я всегда жду, доктор, а что же тогда есть? А варенье можно? А оно же содержит сахар. А я его столько наготовила. Куда же вы с ним девать? Еще под запрет отправляется картофель и рис. И что же тогда мне есть? О, вижу глаза. Картошка. Испук удивления. Это же картошка. А ты знаешь, как твоя сестра легко отказалась от этой картошки? Да. Я помню эти моменты. Она тосковала по ней. Она говорит, мне ночью она снится, эта картошечка. Вы вырастили картошке 17 мешков. Как ее не съесть? Как ее кому-то? Нет, я другой подумал, как бы ее тащили 17 мешков. Ну, это муж там занимался. Не знаю. То есть муж занимается, а вы едите. Это нормальная практика.